Всем привет! Друзья, сегодня говорим о депрессии и о том, как с ней справиться так, чтобы не набредить своему здоровью еще больше. Почему выбрала эту тему? Потому что за окном осень. А осень – это такое время, когда многие начинают хандрить, вспоминать, всплывать, поднимать какие-то проблемы, и настроение становится хуже и хуже. Хотя на самом деле есть целый ряд подтвержденных причин, почему именно осенью нам становится не совсем хорошо. Что значит не совсем хорошо? Это то, что сегодня найти непсиховных людей очень и очень сложно, потому что нервы у всех на пределе. И приводит это ко многим проблемам, начиная от сложностей в коммуникации с окружающим миром, заканчивая до искореженных отношений уже и до проблем со здоровьем, к сожалению. Именно вот из-за последнего пункта, это больше всего, я и выбрала сегодня эту тему. Сегодня депрессия – это одно из самых распространенных психических расстройств. И это настоящая эпидемия. Около 300 миллионов человек в мире страдает от этого состояния, это официальная цифра абсолютно. И вообще депрессия – это одна из основных причин инвалидности, которая вносит колоссальный вклад в букет заболеваний, которыми страдают люди. Между прочим, в США депрессия – это вторая причина, по которой выдают больничный лист. А в Швеции так вообще первый. Это у нас не принято говорить о том, что плохое настроение, плаксивость, неадекватная реакция на жизнь, на людей и так далее. Сегодня ежегодный каталог новых антидепрессантов имеет толщину 3 сантиметра. Вы можете себе представить, где мелким шерифтом написаны названия тех лекарств, в основном это химия, конечно, которые якобы, а иногда и не якобы, могут вернуть хорошее настроение человеку на некоторое время. В России депрессией страдает около 15% населения. Я, конечно, очень долго искала эту статистику. Я не верю этой цифре, но вот ее я только и нашла. Не верю, потому что люди не ходят к специалистам. У нас не принято ходить к психологам, у нас тем более не принято ходить к психиатрам, хотя это всего лишь врач, который может спасти огромное количество людей от всяких больших и небольших неприятностей. И вообще всего лишь 50 лет назад депрессией страдало в 10 раз меньше людей. Вы представляете, в 10 раз. И в основном это женщины. Связано это с тем, что у нас другая нервная организация, и мы подвержены вот этим всяким психическим расстройствам больше, чем мужчины. Что делают люди, когда они сталкиваются с такой проблемой? Плохое настроение, плаксивость, неадекватность, плохой сон и так далее. Чаще всего люди загоняют это внутрь. Опять же, такова была культура нашего общества. Опять же, те же самые психологи, куда они ходили сейчас, это наконец-то началось. О психиатрах вообще не говорим. Это было клеймо еще лет 30 назад. Просто нельзя было ходить к таким врачам. Ну и далеко не все люди обладают таким кругом друзей, близких людей, которым можно прийти и рассказать о том, о чем действительно болит душа. Поэтому люди все это внутрь-внутрь или начинают глотать химию. Вообще, на самом деле, подходов, как избавиться от депрессии, достаточно много. Начиная от медитации, заканчивая там многодневными голоданиями, например. Но я хочу с вами поговорить о другом. Я хочу вам объяснить, почему отсутствие в организме всего лишь четырех витаминов приведет к тому, что справиться с депрессией будет практически невозможно. Медитируй, не медитируй, пляши, танцуй, а справиться не получится. Потому что в организме произойдет без них системный сбой, но это приблизительно так же, как и в компьютере. И я знаю, что сейчас люди достаточно образованные. Я не буду вам рассказывать про витамины А, Е, С, вы и так это наверняка знаете, их важность. Я хочу вам рассказать о другом. О витаминах группы В, почему без них с депрессией никак не получится справиться. О селине, о цинке и о витамине Д3. Вот об этой четверке, без которой нам абсолютно никак. А с вами Ольга Полякова, эксперт по рациональному питанию и применению БАД. Ставьте лайк этому видео, если тема вам кажется интересной. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные эфиры. А мы с вами будем разбираться, что же это за чудо-витамины и почему без них депрессия нас точно абсолютно одолеет. Поехали! Ну что ж, и так витамины группы В. Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что когда вы приходите к врачу, ну там с какими-то проблемами психологического характера, часто говорят, ну вы попейте витаминчики группы В. И на слух это уже так достаточно привычно. Однако важность их настолько велика, что мне кажется, об этом нужно просто трубить, а не говорить. Вообще витамины группы В это 8 элементов, которые дополняют друг другу. Поэтому когда говорят, попейте, например, витаминчики В12, то этого недостаточно. Именно поэтому витаминные комплексы от депрессии содержат все 8 компонентов этой группы. Ну, наверное, вы слышали, тиамин или фолиевая кислота. Фолиевая кислота это вообще витамин красоты. И внешности нормальной при дефиците фолиевой кислоты тоже невозможно абсолютно добиться. Но витамины группы В, они очень благотворно воздействуют на нервные клетки нашего организма. И они укрепляют иммунную систему, они нам помогают противостоять тем психологическим факторам, которые нас выводят из себя. Витамины группы В точно так же восстанавливают здоровье сердечно-сосудистой системы. Они помогают в усвоении питательных веществ. Они принимают участие в синтезе очень важных соединений, без которых ровного психологического фона просто быть не может. И получает их организм только извне эти витамины. Потому что они внутри не синтезируются. Это очень важный момент. То есть, если вы не получаете это с едой или отдельно с витаминно-минеральными комплексами, то больше это получить абсолютно неоткуда. Вот вы знаете, я по роду своей работы сейчас часто общаюсь с детьми. И я вижу, в каком психическом состоянии находятся многие детки. Я уже не говорю про взрослых. 70-80% детей сегодня имеют дефицит витаминов группы В. Это официальная статистика. И вот эта подвижность, она не просто так у них и у нас, у взрослых людей. Можно взять, конечно, этот витамин, попробовать из еды. Где он содержится? В свиной печени, например, в курином мясе, комбала, яйца, бананчики, всякие бобовые, рыбка, молочка, коричневый рис. Ну, коричневый рис мало кто ест. Ну, вообще, коричневый рис я не знаю. Как-то это не сильно вкусно. И я не верю, что кто-то прямо вот на нем сидит. Свиная печень тоже не очень хорошо. Но, в принципе, есть продукты, где так, если на них налегать, то эти витамины получить можно. Можно и этим мы предотвращаем появление хронической усталости. В-12 прописывают чаще всего всем вокруг. Но я еще раз напоминаю, витамины группы В должны идти только в комплексе. И только так вы получите их влияние. Именно то, которое должно быть для того, чтобы наша нервная система чувствовала себя очень хорошо. Следующий элемент, который нам очень-очень нужен для поддержания хорошего настроения, это цинк. Вообще, есть такое выражение. Нехватка цинка – рай для депрессии. В основном у людей как-то цинк связан с поддержанием иммунитета. Да, там способствует умножению количества иммунных клеток. Но, на самом деле, это еще первый друг дефицита цинка. Это первый друг депрессии. Как только уровень цинка становится низкий, у человека возникает чувство подавленности, возникает чувство тревожности. Ну, и связанные с этим реакцией на мир. Между прочим, вот есть такой термин – послеродовая депрессия. Женщины поймут, о чем я некоторые. А знаете, почему она происходит? За сутки до родов от матери к ребенку передается весь ее запас цинка. То есть она остается абсолютно без него. Ну, что дальше начинается, некоторые очень хорошо испытали. И в результате сегодня каждый третий человек в нашей стране имеет дефицит цинка. Взять его особенно тоже так неоткуда, если мы не пьем витаминно-минеральные комплексы. А его дефицит – это перепады настроения и так далее. И еще один момент. Снижается, как только начинает снижаться уровень цинка, или его не хватает в организме, тут же растет уровень меди. А высокий уровень меди – это та же самая депрессия. Где брать цинк? Ну, это продукты в основном с высоким содержанием белка. И белка животного происхождения – это коричневый рис, грибы, ну что еще, спажа, редиска, морские водоросли. Ну, достаточно такие экзотические вещи. И опять же, если на них налегать. Но если вы находитесь постоянно в каком-то эмоциональном напряжении, я уже не говорю про эмоциональный стресс, то со временем ваш организм начнет использовать те немногие запасы цинка, которые у вас есть, для того, чтобы восстановить и излечить себя. Для того, чтобы восстановить кожу, восстановить органы, помочь работать мозгу. И если цинка и так мало, то мы понимаем, что будет происходить дальше. Поэтому запоминаем, цинк без него справиться с депрессией просто невозможно. А мы с вами переходим к селену. Селен – это очень полезный элемент, он необходим для работы мозга, об этом, наверное, знают все, но он также необходим для поддержания нашего стабильного настроения. Прием селена – это вообще профилактика депрессии. Не нужно ждать, пока начнет там трясти от чего-то. И недостаток селена, он ведет, по сути, к раннему старению, соответственно, к ранней смерти. Потому что селен – это наш защитник от сегодняшней неблагоприятной экологии. Вообще Россия – это селена-дефицитная страна. Дефицит практически у всех, 80% населения. А из пищи мы получаем всего лишь 30 микрограмм селена. Норма для взрослого человека – это 150-200 микрограмм. А при нагрузках психологических – это от 800 до 1200 микрограмм. Ну и простите, где это взять? Селен играет важную роль в поддержании нормальной работы щитовидной железы. Что такое щитовидная железа? Это гормоны. Есть такое выражение – гормоны начинают гулять. И психика становится подвижной. Это все вот на ту же самую тему. К тому же селен является очень сильным антиоксидантом. Он наделен восстановительными свойствами и предотвращает депрессию. Более того, в схемах, которые прописываются человеку для того, чтобы вывести его из этого тяжелого состояния, всегда обязательно присутствует селен. Где взять? В нежирном мясе можно взять сардина, лосось, фасоль, горох, яйца, какие-то морепродукты. Но опять же, его там немного. И продукты какого качества мы знаем. Поэтому помните о том, что селен обязательно должен быть и в вашем рационе. Или отдельно вы как-то курсами его пропиваете. Или он должен присутствовать в тех витаминно-минеральных комплексах, которыми вы уже привыкли и поддерживаете не только свое здоровье, но и свое настроение в том числе. Мы переходим с вами к витамину D3. Витамин D3 – это солнечный витамин. Поэтому давайте сразу поймем, в какой стране мы живем, на побережье моря, где солнце, где не бывает зим. Или мы живем в городах или в средней полосе России. Именно по этой причине дефицит витамина D3 от 23 до 97% в зависимости от того региона, где мы с вами проживаем. Ну, что я хочу сказать. Витамин D3 – это такая… Вообще, это очень модный витамин. О нем много говорится. И о том, насколько он нужен костной ткани, там много где он хорошо работает. Но витамин D3 точно так же работает и с нашей нервной системой. Он способствует поддержанию нашего нормального эмоционального состояния. Он отвечает за правильный обмен веществ, что опосредованно дает, опять же, устойчивое психическое состояние. Он помогает нам организовать спокойный и продолжительный сон. То есть вот эта эмоциональная устойчивость и снижение восприимчивости к негативным ситуациям, во многом в этом нам помогает именно правильный уровень витамина D3. Опять же, повторяю, синтезируется он только в случае, когда на нашу кожу попадают солнечные лучи. У кого нет солнышка, позаботьтесь о том, что витамин D3 попал к вам каким-то другим образом. Потому что сейчас осень. У нас и так солнца нет, но осенью так о чем вообще говорить? Где брать? В сливочном масле, в желтке куриного яйца, в рыбьем жире. Но, опять же, если налегать и налегать, не каждый это может. Что я еще хочу сказать? Дело в том, что спровоцировать депрессию может как недостаток, так и переизбыток витаминов и минералов. Это тоже важный момент, который надо знать. Например, высокий уровень магния. Магний очень у нас популярен, он очень нужен нашему настроению, в том числе держать правильный эмоциональный фон. Но, если вы будете принимать магний больше, чем нужно, и постоянно, но длительный срок, то он будет способствовать развитию стойкого депрессивного расстройства. Если с вами что-то не то, обратите внимание, в каких количествах у вас присутствует магний, если вы увлекаетесь витаминно-минеральными комплексами. Ну и к тому же, выявить уровень магния можно с помощью очень простого анализа в любой лаборатории. Друзья мои, ну, наверное, глупо ждать, что от людей, которые всех нас окружают, будет исходить только один фемиам. Стрессы будут всегда, жесткие ситуации будут всегда. Сегодня 14% взрослых и больше 18% детей старше 4 лет недополучают те витамины, которые нужны для здоровья и для поддержания своего психического состояния. И вот эти неврозы, психозы, они обусловлены и этим в том числе. Сегодня можно найти очень много хороших витаминно-минеральных комплексов. Главное, стремитесь к тому, чтобы они были органические. А разобраться в них можно с помощью специалиста. Если у вас такие вопросы есть, то, пожалуйста, обращайтесь. Я всегда вас проконсультирую и подскажу, какой комплекс нужен именно в вашей конкретной ситуации. А с вами была Ольга Полякова, эксперт по рациональному питанию и применению БАД. Я прощаюсь с вами. До следующего эфира. Пока!